Одежда, которую вы создаете, больше похожа на геймдеп. Как вообще востребованность в данном направлении? Спасибо. Опустим, пожалуй, вот эту вот первую часть. Ничего не буду говорить. Насчет востребованности. Потребность в хороших специалистах есть всегда. Чем бы вы ни занимались, если вы делаете это хорошо, на вас всегда будет спрос, у вас всегда будет работа. Идти в какую-то сферу только ради востребованности? Честно, я считаю это странным. Лучше идите туда, куда вам нравится. Вот и все. Кло 3D или Marvelous? Что больше нравится и почему? Советую перейти на мой канал. Там есть ответы на вопросы. Первая, по-моему, часть. Или просто ответы на вопросы. И там в первом комментарии, закрепленном, есть тайм-коды. И на тайм-кодах все там написано. И вопрос этот есть. Как вы пришли к тому, чтобы заниматься 3D-моделированием? Что в этом процессе вам нравится больше всего и не нравится? Я пришла изначально из 2D-индустрии, если вообще можно так сказать. Я рисовала очень плохо. Очень плохо. И использовала 3D как, так скажем, подспорье. И вот как-то осталась в Marvelous. Начала работать в Marvelous. Мне понравилось. И вот уже долгое время я этим и занимаюсь. Что в процессе нравится больше всего и не нравится? Мне не нравится делать то, что я не умею. И очень нравится делать то, что я умею. Не люблю брать заказы. Не люблю делать что-то, что я не хочу просто делать. Люблю сидеть для фана, что-то делать у себя просто из головы, что-то там оп-оп-оп-оп-оп. Просто сунуть это в портфель. Вот это мне очень-очень нравится создать что-то из... Берешь мысли и... Туда. Воплощение. Так, вопрос не по проге, но вдруг ответите. Моделирование одежды. Это ваша основная деятельность в данный момент? Хотелось когда-нибудь поменять направление? Если да, то на какое? Да, это моя основная деятельность в данный момент. Хотелось, да, поменять направление. Думала насчет... Если брать там 3D, геймдев и все вот это, думала насчет концепта, концепт-арта и возможно текстуры. Но как-то вот у меня дело не пошло. Мне нравится Marvelous. А если так, то я хочу просто уйти в лес, жить там и завести двух курочек. И вот я так хочу жить. И еще хочу бар. Вот. Хочу за баром стоять и выдавать пиво. Вдруг кто-то, если захочет вложиться в жмыха-бар, бар для таких же челов. Блин, будет очень круто. Вложитесь, я буду стоять за стойкой. Сколько сейчас зарабатываешь, если, конечно, не секрет? Какие планы на будущее? Это секрет. Я не скажу, сколько я зарабатываю. Могу только сказать, что продажи стали меньше, но они стали меньше на арт-стейшене. Если брать плюсом еще, например, то, что у меня есть бусти и есть свой сайт, с которого тоже идут продажи, поскольку там альтернативные методы оплаты, а не только PayPal и что там, и карта. А там можно, блядь, битками расплатиться. Можно... Мне кажется, даже можно каким-то вот натур-продуктом, типа молоко, сыр, хлеб. Мне кажется, даже можно и так. Там очень много, очень много... Я рекламирую эта реклама. Там очень много способов оплаты. Там очень классно. Заходите, покупайте. И вот со всего этого, если взять, то, в принципе, получается примерно так же, как и было до того, как я ушла ассорт-стейшена. И потом вернулась, потому что я лицемерно о чмо. Если... Вот кто сидит в чатике, те знают. Я как-то пьяненько скидывала скрины. Вот. Какие планы на будущее? Какие планы на будущее? На будущее не закладываю ничего. Дальше, наверное, недели. Вот. У меня есть планы только примерно на неделю, а дальше я вообще никаких планов абсолютно не загадываю. Ничего не хочу, ни к чему не стремлюсь и всякое такое. Как давно вы в Marvelous Designer? Сложно сказать. Наверное, четыре года, четыре с половиной, может пять. Мой процесс обучения был очень растянут. Он был очень бестолковым. Да, где-то, может, полных прям лет, вот прям плотного сидения. Наверное, года четыре. Может, меньше, может, больше. Ну, примерно, ориентируйтесь так, четыре, пять, три, где-то вот так. Следующий вопрос опять на английском. Я человек необразованный, так что переведу немного, так скажем, вольно. Использую ли я какой-то, типа, пайплайн, Marvelous ZBrush, чтобы они вместе такие оп-оп-оп? Нет. Я не использую, не использую ZBrush для Marvelous. Я использую ZBrush, чтобы делать всякие тримы. Вот. Это, типа, максимум ткань. Я никак не дорабатываю, никакие шовчики не пихаю, никакими альфами не пользуюсь, потому что у меня на этот счет свое, как бы, мнение, что лучше сделать в Marvelous. И, как бы, камон, ебать, физика, ткань, вся хуйня. Вы все равно не сможете сделать так, как надо. Только если прям по референсу делать, возможно. То есть, лучше Marvelous'а только сканить. Типа, лучше ничего нет. Можете писать в комментариях, что я не права. Будет ли гайд по Мармасету? Очень надеюсь, что кто-нибудь его выпустит. Я с удовольствием посмотрю. Потому что в Мармасете я не очень разбираюсь и просто тыкаю на всякие кнопочки, двигаю ползунки. Как-то вот все само. Я смотрю во вьюпорт, что-то там свет куда-то пихаю. Не знаю вообще, что делаю. Делаю ли я это все правильно. И когда результат более-менее меня удовлетворяет, я нажимаю на кнопочку рендер. Следующий вопрос очень странный. Вернее, странно как-то построен. Почему ты решила все-таки вернуться в Marvelous? Ведь тогда он потерял все твои файлы, подвел тебя. Ну, Marvelous меня не подвел. Подвели, так скажем, разработчики, которые допустили этот баг. Что когда ты меняешь место автосохранения, например, на диск там, какой у вас, D, E, F, какой хотите. Все файлы трутся. Это грустно. Но альтернатив программы нет. И никто еще, наверное, пока не сделал программу без багов. Идеальную, чтобы никаких патчей не надо было выпускать. Так что за неимением лучшего пользуемся этим. Женя, можно попросить тебя сделать на продажу проект с тримами? Пряжки, молнии с хвостиками, пуговицы, кнопки и другое. Возьму за любые деньги три восклицательных знака. Да, я бы тоже взяла за любые деньги. Если вдруг кто-то сделает, буду очень признательна. Потому что я, ребята, я очень плохо соединяю полигончики. Я, в принципе, моделирую как бы очень так. От меня требовать как бы, чтобы я сделала фулл пак, там, отретопить это все, на, затекстурить не вешу, ребята. Я, нет, я человек такой. Я тягаю тряпки в марве и, в принципе, больше я ничего толком-то не умею. Следующий вопрос, автор этого вопроса, скорее всего, уже решил свою проблему. Но я все-таки зачитаю. Почему при импорте аватар становится черным, как будто выворачиваются полигоны? Надо флипнуть нормали. Как бы в любой проге, где ты работаешь, там, Blender, Maya, какие-то еще другие, 3ds Max. Как бы гуглишь, как вывернуть полигоны там-то, ну, нормали. И там какие-то, наверное, кнопочки типа Flip Normals. Я уверена, там типа просто две клавиши нажать. И вот. Потому что, я не знаю, я не сталкивалась, соответственно, и не решала такую проблему. А теперь давайте дальше перейдем уже непосредственно к мистеру Компуктеру и к мистеру Марвелусу, вернее. И будем уже более подробно разбирать вопросы, которые требуют визуального сопровождения. Покажи, как джинсовые вещи делаются. Настройки, симуляции, швы, что-нибудь такое. Джинсы делаются по тому же принципу, что и брюки. Они практически ничем не отличаются. Все тащит текстуры. Серьезно. Без текстур джинсы не джинсы, а просто брюки. Куча швов должна быть. То есть декоративных, так скажем. Вот тут эти полоски. Боковые швы. Все они делаются обычным. Ну, по крайней мере, я делаю обычной линией. И меняю у нее угол наклона. Куча слоев. Но все равно, если бы не текстура, то это просто брюки. Пресет можно использовать любой. Да немовый вообще спокойно. Эту текстуру я, как человек не очень знающий, делала. Давно в фотошопе, по-моему. Что-то я там накладывала, как-то меняла. Просто джинсовая текстура. Ну и сверху у нее всякие штуки, дрюки. Все тащит вообще текстура. Я даже вот не знаю, что сказать. Это обычные брюки с кучей швов на жопе. Вот тут куча швов. Кстати, тут сделано немного неправильно. Сейчас бы я, например, сделала по-другому. То есть, есть всегда внутренняя сторона, боковая сторона джинса довольно плотная. Сложности обычно возникают с ширинкой. У меня тут она вообще припинена. Всякие кармашки. Кстати, где пуговицы? Пуговицы куда-то отлетело. Пуговицы. Штучка, которая, я не знаю, как называется. А так, ну, реально все тащит текстура. И я как бы не буду сейчас показывать, как это все делать. Потому что, ну, это уже отдельный видос. Я не знаю, надо записывать, как это все сделать. Там, на час он выйдет точно. Делаем сначала базу, более-менее распределяем складки там, где нужно. Пресет, на самом деле, тут методом тыка. Толщину вот я назначаю. А здесь, например, молния на, по-моему, да, фейковое. Ничего там нет. Ну, я не знаю. Может быть, как-нибудь и запишу видос, как это все сделать. Но, честно, не люблю делать джинсы. Я бы лучше сделала... Я бы лучше сделала полный какой-нибудь средневековый аутфит. Еще я села, одела эти джинсы. Честно, не люблю делать современную одежду. Как ты загибала юбку на девушке с яблоками? Так и не понял процесса. Я тупой. Простите. Да, ничего, как бы не тупое. Сейчас все покажем. Девушка с яблоками, девушка с яблоками. Я ее еле нашла вообще. Просто. Обычная юбка. Взята. Вот здесь идет шов. И он крепится. Шов идет до пояса вот тут. И она просто как бы пришита. Вот и все. Я взяла, пришила. И она так сама сложилась. Я чутка ручками потягала. Как бы и все. Тут ничего сложного. И, соответственно, все это закрывается. Все это убогие вещи все закрываются корсетом и блузкой. Вот и все. Хоп-хоп. Очень просто. Берем и делаем. Следующий вопрос. Вставка с объемными линиями. Как технически это делается? Благодарю за ответ. Вопрос в том, на 8.26 вставка с объемными линиями. Сейчас мы все это поищем. Это вообще абсолютно элементарно. И так. Как же все это делается? А делается это все максимально просто. Сейчас покажу буквально вот кусочек. Берем любую жесткую основу. Попробуем. Попробуем. Предположим, пресет. Там какой-нибудь. Грейнвезер. Предположим, этот пресет назовем Hard. И еще один пресет назовем Soft. Вот он у нас будет пусть дефолтный, предположим. Нам нужно, например, сделать вот такие вот. Ну, как на том видосе. Ну, примерно. Как я это делала? Надеюсь, я кто-то не понял. Строю прямоугольник. Примерно вот такого размера. В принципе, не важно. Выделяю одну из сторон боковую. Применяю функцию Offset. Где-нибудь на 20 можно. То есть, вообще любой узор. Многовато. Предположим, 18 линий. Хотя нет. Давайте сделаем их косыми. Выделяем эти точки. Оп. С Shift. Еще можно. Оп. С Shift. Линиями можно построить любой паттерн, который вам нужно. Я имею ввиду паттерн, как узор. Впихаем сюда. Вот у нас все вот эти линии. Предположим, да. Как-то мы их расположили. Ну, немного. Вот я их так передвину. Как угодно можете их расположить. На самом деле, все равно. Можно отмасштабировать. Есть у нас вот теперь такие штуки. Можно, конечно, сделать просто Layer Clone Over. Например. Давайте всему этому назначим Particle Distance 5. Куяк. У нас какая-то дутость. Но вот эти вот штуки меня раздражают. Я хочу, например, чтобы все это шло чисто по паттерну. Тогда я беру, выделяю какую-нибудь сторону. Asset Pattern Outline. С созданием Internal Line. Ок. По этой линии. Cut. Это удаляем лишний кусочек. И у нас вот получается чистый паттерн. Можно сделать любой узор. В принципе, из линий. Вот так вот. На софт. Шлепаем. Имеем какую-то дутость. Если, например, нижний слой заморозить. А этот. Склад. Растянуть ему полигончики. Складок будет больше. Там дальше играйте с пресетами. На свое усмотрение. Не совсем вопрос следующий. Не знаю. Восприму это как просьбу, конечно. Покажи детально, как делаешь обувь. К сожалению, не покажу. Я в обуви очень неуверенно себя чувствую. Есть какие-то стримы, на которых там я делаю какие-то девчачьи сапоги. Но такие вещи, которые мне не слишком удаются, я предпочитаю делать не на камеру. Потому что меня это немного смущает. Что я там могу ошибаться или что-то не знать. Я не хочу нести какую-то ложную информацию касательно того, что и как нужно делать. Думаю, лучше посмотреть каких-то других челов. Я видела, что люди еще безумные вещи вытворяют, когда делают обувь в Марвелсе. На одном из последних стримов речь шла о размере и плотности Меша. И связанных с этим тормозах в симуляции. Можешь на примере показать и подробно объяснить проебала момент. В общем, чем больше ткань, тем больше в ней полигона. Правильно? Соответственно, когда мы импортируем аватар, предположим, в двойном размере, у нас ткань, площадь увеличивается и на ней, естественно, больше полигонов. Полигоны могут тормозить процесс симуляции. То есть количество полигонов. С этим ничего не сделаешь. Тем более, если ты там ебанешь, например, пять particle distance. Да? И вот тут пять particle distance. То есть разница очевидна. Конечно, все будет тормозить. Я очень люблю работать в 2x scale, в полтора scale, но, к сожалению, на стримах это невозможно записывать. У меня комп хороший, я не люблю, когда что-то тормозит. Поэтому я все пытаюсь как-то оптимизировать. Например, не провожу стримы, где там занимаюсь уже детализацией. Всегда закрываю все окна, все. В общем, у меня эта привычка осталась еще со времен, когда я работала на ноутбуке. Итак, следующий тоже вопрос. На самом деле много вопросов было, которые прям вообще, то есть не ко мне, немножечко. Как делать бинты и рваные края и дырки в одежде? В Marvelous, к сожалению, такой функции нет. Если вам нужно не на рендере, а просто на меше, то дырку в Marvelous вы можете сделать только так. построить какую-то форму и конвертировать ее в отверстие. Но это не совсем как бы рвань. Я таким вообще не пользуюсь. То есть дырки в одежде, рваные края делаются либо на этапе, скорее всего, на этапе текстурирования. Текстурирование я вам не подскажу. У меня у самой, ну, не найдешь особо работы, где какая-то рвань и дырки в одежде. Так что, я думаю, вопрос немного не ко мне. Я с таким не сталкивалась. Как столкнусь, может быть, расскажу. Знаю, что есть всякие плагины и прочее, прочее. Но, мне кажется, все это, конечно, делается на этапе текстурирования. Расскажи, как делать красивые складки на сиськах. Это если по-простому. Вообще, как надо строить разрезы, если мы имеем выпирание или, наоборот, резкие провалы в силуэте модели. Интересно, кстати. Последняя моя работа. Вот эта. Тут мы имеем явно немаленькую грудь. И с этим у меня были как бы проблемы. Я сейчас открою проект и покажу. Если мы уберем здесь шовчики. Предположим, если бы этой вытачки не было. Короче, смотрим. Включаю ассимуляцию. И вот тут у нас образуется эта лишняя ткань, которая, в принципе, не нужна. Но вообще, наверное, лучше делать складочки вручную. Здесь, например, на вот эту складочку. Настроить трение аватара, трение ткани, чтобы вы делали складки и они сами как бы принимали форму. То есть, сделали складку, она зафиксировалась. Чтобы, например, сохранять форму выреза. Блять, форму выреза. Я вот сюда пихаю конюшку. Замораживаю, чтобы она держала вырез. Иначе все расползется по сиськам. Вообще страшно. По складкам, чтобы, например, их было больше или меньше. Например, вот тут вот этих складок, их вообще не было. Я пользуюсь утюгом. Я его не очень люблю. Но вот в этом случае он меня реально спас. Можете видеть, где я проводила как бы... Раньше тут была температура, сейчас тут проценты. То есть, плюсовые проценты, минусовые. Сжимает и, соответственно, растягивает полигоны. Можем это кое-где наблюдать. Хотя нет. Ну, в принципе, видно, да, что где-то там полигончики побольше. Сами. Они растянулись. И далее какие-то там складки. Такие. Можно включить симуляцию. Тыкать. И, в принципе, наблюдать, чтобы тут стало больше ткани. Соответственно, мы можем сделать какие-то красивые складки, если они нам нужны. В выкройках я вот особо не сильна, как это надо было бы делать в реальности. Но носить мы это не собираемся. Так что пользуемся всеми возможными способами. Ну, я пользуюсь. Это что касательно складки каких-то на груди. Вот. А вообще, вот эта выточка, она прям неплохо помогает, чтобы не было вот этого. Как это показать-то? Вот тут вот очень много места. И просто берем вот так вот. Оп-оп. Ставим точку. Шлеп. Ждем. И куда-нибудь тягаем. В зависимости от того, где мы хотим убавить. И там сшиваем. Ну, это, то есть, базовые абсолютно вещи. Ничего нового я тут как бы не говорю. Да, и она уже вот как-то стянулась тут и не так паршиво, как тут. В общем, экспериментируйте с разными инструментами и все получится. Как приклеивать прямы, чтобы они не улетали в небеса? А, блядь, а куда они улетают? Они никуда не улетают. Все с ними нормально. Берем тканюшку. Да, какую-то. И какой-нибудь рим, боже. Ну, например, всеми так любимые пастексы, да? На значок, конечно же, клей. Сюда. Ну, увеличиваем. Взяли. Приклеили. Да. Ну, я тут схематично, конечно, показываю. Не буду делать. Прям целый полноценный ремень. Ну, это же, ну, типа, а куда они улетают? Вот он, пожалуйста. Он имеет какой-то вес. Вес надзначается здесь. Если вы хотите, сделайте его тяжелым. Ну, улетают не веса, если только, я не знаю, очень маленький ПД, наверное. Он все равно виснет. Можно вообще коллизию сделать. Да. Правая. Глю. Коллижим. Ноль. Ну, может оно, конечно, немножечко капризничать. Ну, это все решаемо. Двигаешь, что-то куда-то смотришь. Меняешь пресеты. Меняешь particle distance. Ну, надо просто меж пополигональнее и все будет нормально. Надеюсь, я ответила на вопрос. Хотя, наверное, не ответила, потому что я вообще, то есть, первый раз такое слушаю, чтобы куда-то три мы улетали. Как сделать так, чтобы длинные волосы не конфликтовали с одеждой? Удали их. Неси муль с длинными волосами. Зачем это? Лучше потом в зебре что-то пододвинуть, чем они будут конфликтовать. В любом случае, если там все логично, есть какое-то расстояние, на котором ткань реагирует на аватара или на трим с коллизией или ткань на ткань. И, естественно, она начинает как-то себя вести. Либо отдали, дай хоть немного пространства. Все очень-очень-очень логично. Как ты создаешь персонажей? Волосы и текстуры. Тут у меня до сих пор нету какого-то четкого пайплайна. Последний мой пайплайн. Это была девушка... Сейчас покажу, возможно, на примере нескольких своих работ. Например, вот это мадам из Daza. Это мадам из Daza. Лицо здесь полипейнт. А нормали, по-моему, взяты какие-то стандартные. В Daza просто ползунками тягаешь. Можешь в зебре чуть-чуть подтянуть. Там тоже морф и все дела. Текстуры вот... Ну, я не персонажник, так что вот у меня вот так. Волосы я делаю в зебре. Мне нравится. В том плане, что можно... Ну, как-то мне более наглядно их делать и проще в зебре. Вот и все. Ресницы Daza, брови Daza. Здесь точно такой же пайплайн использован. И здесь точно такой же пайплайн использован. Видите, тут как бы вообще отвратительно так-то сделано. просто чтобы что-то как бы вывалить. Чтобы была некая концептуальная какая-то идея. Потому что мне важнее то есть одежда, а не персонаж какой-то. Тут вообще страх и ужас. Видно, что волосы наскульпчены. Полипейнт опять же. Нормалки какие-то взятые стандартные. Тут тоже обычный полипейнт и волосы Daza. Просто на них кинут какой-то шейдер. Мармасетовский. Па-па-па-па-па. Здесь такой же пайплайн. Это старая работа. Тогда был не такой пайплайн. Тогда... Ну, всегда начинаться с Daza. То есть там я тягаю ползунки. Привожу лицо у аватара в какой-то достойный вид. Здесь, по-моему, вообще эти волосы готовые. Очки я не помню откуда. Что еще отличается? Вот этот по такому же пайплайну сделан. Например, кстати, вот здесь. В этом парнишке. Если прям приглядитесь. На него просто лицо натянут. Издалека вроде норм. А спереди просто натянуто лицо. Это через Face Transfer было сделано. Здесь фотошопа, мне кажется, больше, чем. Работу вообще терпеть не могу. Здесь тоже полипейнт и волосы. Зебравошные. Здесь волосы зебравошные. Здесь. Здесь. Здесь дазовские. Здесь зебравошные. Все один... Да, на самом деле, значит, что у меня есть пайплайн. Ну, видите, тут как бы очень все убого это выглядит вблизи. Даз. Полипейнт. Волосы. Просто геометрия накиданы. Мне как бы нравится так. Потому что орнатриксом с ума сойдешь как бы это все делать. Привет. Надо ли делать внутреннюю сторону у легкой одежды? Вуаль, юбка солнца и прочее. Итак, юбка солнца. Если так смотреть по референсам, всегда надо смотреть по референсам. Один слой тут. Тут один слой завернута немножечко. Какая-нибудь косой бейкой какой-нибудь подшитая или как это называется. Я не очень в курсе. Если как бы нет, если она легкая, то она и не нужна. А в принципе, внутренняя сторона-то по-любому есть. Она же автоматом создается. Есть внутренняя сторона. Два слой, скорее всего, не надо. Иначе будет выглядеть тяжелый. Просто подшить по краю и все. То есть, мне кажется, нету никакого смысла абсолютно это все делать. Так. Я не знаю. Надеюсь, я как бы на все более-менее ответила. У меня такое ощущение, что я не ответила вообще ни на что. И ничего толком не показала. А только что-то где-то вот так по кусочкам схватила. Пишите, понравился видос, не понравился в комментариях. Подписывайтесь на мой арт-стейшн. Посмотрите на сайт. Загляните в инстул. На пусти можете заглянуть, подписаться, кинуть баблишко. Чтобы у меня был какой-то стимул делать видосы. Надеюсь, вам все понравилось. Всем спасибо, всем пока.